Утро в первом, ты на месте. Ты на нас заработал, включили до тускового колеса. И запринят, уезжаем. Автомобиль загорелся в микрорайоне Акжаик. Огонь охватил легковой автомобиль марки Volkswagen Golf. Пожар удалось потушить в считанные минуты. Причина произошедшего выясняется. В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 13 человек личного состава. Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме. В жилом массиве Сейрам загорелась кровля жилого дома и хозяйственные постройки. Пожар ликвидирован на площади 48 квадратных метров. В ходе разведки пожарные эвакуировали из зоны горения два газовых баллона. Пострадавших нет. Спасатели просят соблюдать правила пожарной безопасности. Более 4,5 тысяч нарушений ПДД выявили полицейские в Туркестанской области. За время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» на территории Туркестанской области полицейские выявили 74 факта незаконного переоборудования автотранспорта, 5 случаев непрохождения предрейсового осмотра и 147 фактов отсутствия техосмотра. Также к административной ответственности привлечены 195 нарушителей за пользование телефоном при управлении автотранспортом и 202 водителя за нарушение законодательства об обязательном страховании. Пресечены 2 224 нарушения скоростного режима, 196 нарушений правил маневрирования и 10 фактов выезда на встречную полосу. 11 водителей управляли транспортными средствами в нетераривном состоянии. Всего за время рейда на штрафстоянку вытворены 274 транспортных средства, а правонарушители привлечены к ответственности. К примеру, на одной из страж Тартаринского района стражи порядка остановили мотоцикл. При проверке выяснилось, что водитель управлял транспортным состоянием алкогольным опьянением. В отношении нарушителя ПТД составлен административный протокол, а мотоцикл удворен на штрафстоянку. МЧС проводит рейды, разъясняя казахстанцам правила пожарной безопасности. С начала отопительного сезона из-за пожаров и возгораний в стране погиб 31 человек. В МЧС призывают казахстанцев не игнорировать элементарные правила безопасности. Для информирования граждан спасатели проводят рейды по жилым массивам. С 1 октября по стране произошло больше 600 пожаров. Одной из главных причин их возникновения специалисты называют неисправность электрических приборов, проводки и отопительных печей. В ходе таких рейдов спасатели разъясняют правила пожарной безопасности и устанавливают специальные датчики, которые сигнализируют об опасном уровне угарного газа. В МЧС напоминают, что в первую очередь сами люди должны думать о собственной безопасности. Из общего числа погибших треть была в алкогольном опьянении. То есть это о чем говорит? Это в первую очередь о том, что всему, всему виной человек. Поэтому, чтобы пожара не произошло, нужно соблюдать требования пожарной безопасности. Кроме этого, пожары зачастую происходят в домах, где проживают семьи, ведущие социальный образ жизни. То есть это напрямую влияет, на пожароопасную обстановку. Полицейские Туркестанской области провели рейдовые мероприятия в рамках закона о запрете курения кальянов в общественных местах и выявили 82 факта курения кальяна посетителями в развлекательных заведениях областного центра. Общая сумма штрафов составила около 2,5 миллионов тенге. Стражи порядка продолжают рейд и призывают соблюдать закон и отказаться от потребления вредных для здоровья и запрещенных законом кальянов, которые разрешено употреблять только в домашних условиях. Свыше 3,5 тысяч преступлений раскрыто с помощью служебных собак. Сила, выносливость, верность и развитая интуиция. Все эти качества делают полицейских собак настоящими героями на службе. Но, безусловно, одним из самых выдающихся их даров является острый нюх. Нюх собаки намного сильнее человеческого. Она способна различать до 2 миллионов запахов. Эти уникальные способности позволяют использовать собак в служебно-розыскной деятельности. Универсальные четвероногие полицейские ищут людей, наркотики и взрывчатку. Хвостатые помогают стражам порядка в различных задачах. Сегодня в системе органов внутренних дел служат сотни собак. Из них значительное количество нацелено на выявление наркотических веществ. Собака может обнаружить не только наркотические средства, но и их пользователей. За 10 месяцев с помощью служебных собак раскрыто свыше трех с половиной тысяч преступлений. Приведено порядка тысячи двухсот досмотровых мероприятий. Из незаконного оборота изъято около четырех тонн наркотиков, в том числе 87 килограммов синтетики. Такие проверки на постоянной основе проводятся в аэропортах, пассажирских поездах, на вокзалах, а также в отделениях Казпочты. В Казгурдском районе проводят рейды нулевой терпимости к мусору в общественных местах. С помощью камер видеонаблюдения выявлено около 700 фактов выброса мусора и окурков в общественных местах. Нарушителей привлекли к ответственности по статье «Загрязнение мест общего пользования». Ежегодно в отопительный сезон происходит сотни отравлений угарным газом, немало случаев с летальным исходом. Причина – отсутствие тяги в дымоходе, следствие засорения или нарушения его целостности, а также неправильная эксплуатация печей. Если при отоплении вы используете природный газ, содержите в чистоте газовые приборы, проветривайте помещение, не допускайте к газовым приборам детей, проводите технический осмотр специалистами, устанавливайте на газовое оборудование сигнализаторы на утечки природного и угарного газа. Не подвергайте себе опасности.